Меланома слизистой оболочки Меланома слизистой оболочек относительно меланомы кожи является очень редкой опухолью. По данным пациентологических исследований 2023 года, около 5% всех новых случаев злокачественных опухолей – это меланома. И при этом менее 2% из этих 5% – это именно меланома слизистых оболочек. Если перейти к более конкретным цифрам, по данным более чем 10-летней давности, в Европе было зарегистрировано 750 новых случаев за год. И если касаться данных более распространенных относительно первичной заболеваемости, то говорится о таких показателях, как 6,3 новых случая на 1 миллион населения. Для справки, по последним данным 2023 года, меланома кожи имеет показатель первичной заболеваемости на порядок выше, ориентировочно 30 на 100 тысяч населения. При этом среди групп риска – это, как правило, люди старше 65 лет. Это возраст, в котором диагностируется меланома слизистой оболочки. Если же говорить о локализации, где она может проявиться, то около половины случаев – это слизистая оболочка области головы и шеи. Это, прежде всего, слизистая оболочка полости рта и ротоглотки. Более реже встречаются меланомы слизистой оболочки синоназального тракта, полости носа и носоглотки. Около 37% случаев приходится на меланомы слизистой оболочки органов желчно-кишечного тракта и около 4% на мочевые пути. Но остальные органы – это органы урогенитального тракта у мужчин и женщин. Относительно факторов риска. Если для меланомы кожи доказанным фактором риска является ультрафиолетовое излучение, его воздействие, то относительно меланомы слизистой оболочки роль ультрафиолетового излучения в настоящий момент нулевая. Почему? Прежде всего, из-за того, что опыль встречается достаточно редко, и провести какие-то крупные эпидемиологические исследования просто не представляется возможным. Роль каких-то вирусов также не доказана, как и роль химических канцерогенов. И обусловлено, прежде всего, редкостью данного заболевания. Относительно заболеваний слизистой оболочки полости рта встречается такое заболевание, как оральный меланоз или меланоз курильщика, где фактором риска развития этого заболевания, который в ряде случаев и приводит к меланоме слизистой оболочки полости рта, является фактором риска курения. Относительно патомофологического исследования, здесь могут возникнуть определенные сложности. Здесь, помимо рутинной световой микроскопии окраски и метоксириноазидом, могут помочь различные монгистохимические маркеры, такие как сок, ССТО, мелана и так далее, которые покажут на именно меланцитарный характер данного образования. При этом очень важно подчеркнуть, что очень важны молекулярные особенности, молекулярные пути в развитии меланомы слизистой оболочки. Если мы посмотрим на данный слайд, то очень важны мутации БИРАФ, ИНРАС и ИЦИКИД в развитии меланомы слизистой оболочки, например, в области головы и шеи, синоназального трактора, фарингеальной области, гастронтоститального тракта и так далее. Касаемо диагностики, здесь прежде всего мы должны смотреть на анамнез пациента, как возникло это новообразование, какие сроки его возникновения, оценить факторы риска, при все обязательно общий осмотр, не только то есть слизистая, особенно если это наружная локализация, но и вовсе всех, в том числе и кожных покровов. Полный осмотр кожи и слизистых оболочек. При этом, например, при подозрении на меланому, катоглотки, носоглотки или синоназального тракта, очень важно эндоскопическое исследование, поскольку рутинный осмотр без инструментов, он имеет достаточно низкую чувствительность в обнаружении данных заболеваний. Очень важный момент лучевой диагностики, особенно если мы подозреваем какое-то достаточно обширное образование, например, области головы и шеи. Особенно часто это касается меланом, слизистой оболочек, синоназального тракта. При этом рекомендации говорят о том, что нам нужно использовать мультимодальную лучевую диагностику, такие методы, как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, и не выбирать что-то одно, а желательно делать все эти методы в совокупности, поскольку очень важно знать истинное распространение данной опухоли, определение ее границ с целью, морфологической верификацией с одной стороны, и в дальнейшем планирование лечения. Если посмотреть рекомендации по лечению меланомы слизистой области головы и шеи, то авторы предлагают следующий набор диагностических процедур. В то же время, если мы посмотрим на те же рекомендации НССН относительно меланомы кожи и по ее лечению и диагностике, то можно обнаружить, что данное руководство занимает 235 страниц и даже больше. А вот относительно лечения и диагностики меланомы слизистой оболочек, мы в лучшем случае, если рассмотрим все рекомендации тех локализаций, где она может встречаться, максимум можем введем 20-30 страниц. Относительно стадирования. Прежде всего нужно понимать, что если мы говорим о стадировании меланомы слизистых оболочек в области головы и шеи, то первичная опухоль, как правило, начинается с категории Т3 и Т4, то есть ранних форм здесь, как правило, не подразумевается. Относительно толщины опухоли. Безусловно, относительно лечения меланомы кожи, толщина опухоли и, прежде всего, морфологическая оценка по методике Бреслу являются очень важным прогностическим фактором, который, с одной стороны, влияет на вероятность лимфатического и отдаленного метастазирования и также определяет нам показания к проведению биопсии сигнальных лимфатических узлов. Относительно меланомы слизистой оболочки, безусловно, толщина опухоли также является важным прогностическим фактором. Но относительно проведения биопсии сигнального лимфатического узла здесь данных, к сожалению, недостаточно для того, чтобы что-то рекомендовать. Относительно стадирования по группам лимфатических узлов, здесь тоже есть отличия. Если мы посмотрим классификацию ТНМ8 относительно меланомы кожи, то можем убедиться, насколько оно разнообразное и распространенное. Если же посмотреть на стадирование по статусу лимфатических узлов относительно меланомы слизистой оболочки, то мы обнаружим, что здесь просто две категории. Это либо есть региональное метастазирование, либо его нет. И в принципе то же самое касается и отдаленного метастазирования. И при этом меланомы слизистых оболочек это, как правило, третья и четвертая стадия с подразделением на категории ПУА и БАИЦИ. Относительно лечения меланомы слизистой полости носа. Рекомендации на СИН23 года предполагают, что лечение подразумевает, но прежде всего это хирургическое лечение и по возможности включения пациентов в клинические исследования, потому что пациентов очень мало. Прогноз, к сожалению, для большинства пациентов неблагоприятный. И плюс данных мало. И мировой науке нужны данные для получения новой информации, для разработки новых методик лечения. При этом то же самое и касается меланомы слизистой оболочки рта и ротоглотки. И при этом, например, при стадии Т3Н0 предпочтительно выполнение хирургической резекции, нежели применение каких-то других методов лечения локальных, например, лучевой терапии. При этом хирургическое лечение, если мы говорим прежде всего о меланоме слизистой оболочке области головы и шеи, оно предполагает прежде всего достижение отрицательного края резекции. И при этом, если смотреть на рекомендации 2020 года специалистов из Великобритании, там очень интересный момент, что первое, хирургическое лечение, оно должно быть принято обязательно решением мультидисциплинарной команды, а не хирургами единолично. Обязательно должен присутствовать хирург, который имеет опыт лечения данного заболевания. Если мы говорим о меланоме слизистой оболочке синоназального тракта с распространением в область основания черепа, то обязательно нужно присутствие нейрохирурга, поскольку, например, вовлечение опухоли уже после перехода на основание черепа и вовлечение в твердой оболочке является, в принципе, противопоказанием к хирургической резекции, поскольку, во-первых, это крайне высокая травма, и, второе, скорее всего, мы не достигнем отрицательного края резекции. Тем не менее, несмотря на то, что хирургическое лечение применяется, сохраняется высокая частота рецидива заболевания и, самое важное, высокая частота отдаленного метастазирования, даже несмотря на успешное хирургическое лечение. Поэтому роль системной лекарственной терапии противопухоли в меланоме слизистой оболочке отдает очень большое значение. При этом отрицательный край резекции, безусловно, значимо влияет на выживаемость пациентов с меланомой слизистой оболочкой. Если мы посмотрим на данное исследование, то видим, как драматически снижается выживаемость пациентов при нерадикальном хирургическом лечении. И при этом путь пациента, к сожалению, может приобретать вот такой вид, когда локальный процесс, несмотря на хирургическое лечение, приводит к местному рецидиву возникновение отдаленных метастазов. Относительно биопсии сигнального лимфатического узла. Строгих рекомендаций о том, что это нужно обязательно делать, и наличие четких показаний, каким пациентам нужно выполнять биопсию сигнального лимфатического узла, при меланоме слизистой оболочки нет. Но, тем не менее, есть ряд исследований, которые, в принципе, говорят о технической возможности ее проведения. Но в то же время, например, если это наружная локализация, при слизистой оболочке полости, таратоглотки, то техническая возможность есть. Но если меланома располагается в более глубоких отделах, например, в северно-назальном тракте, или мы говорим о меланоме желудочно-кишечного тракта и какой-то другой ненаружной локализации, то проведение технически очень сложное. И к тому же мы должны иметь в виду, что не всегда это повлияет на тактику нашего лечения. Относительно селективной лимфодисекции при отсутствии клинически выраженных метастазов, например, медицинские исследователи в рекомендациях 2020 года по лечению меланомы слизистой оболочки области головы и шеи говорят о том, что рутинно она, безусловно, не выполняется, и лимфодисекция выполняется только при наличии клинически позитивных лимфатических узлов. То есть, когда мы имеем признаки метастатического поражения в региональном лимфоколлекторе по данному лучевой диагностике или даже при патоморфологическом подтверждении, но при этом диопсия сигнального лимфатического узла, если она в принципе технически возможна, у них нет признаков, то в принципе ее можно проводить, но, безусловно, нужны дальнейшие исследования ее эффективности и целесообразности. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...